Хуба! Привет, с вами доктор Влад. Ну что, новости, да? Давно не было новостей. Минздрав РФ Эхо Москвы отвечает. Видимо, Эхо Москвы тоже заинтересовался вопросом, почему... Ну, я тоже говорил об этом. Почему Ванечку из Челябинска, ну, того малыша, которого выкопали, да, из-под завалов, почему Ванечку из Челябинска перебросили в Москву не бортами Минздрава или МЧС? Ну, вот мне тоже это интересно. Ну, вот он, значит, отвечает, что Гольфстрим 550 – это самый быстрый джет, который мог быть подан в магнитку и мог быстро прийти оттуда. У него потолок за 12 тысяч, скорость 1000 км в час. Интересно, а почему нет у МЧС таких бортов? Ну, бывают же такие вот исключительные случаи. А у кого-то там, значит, у какого-то миллиардера. Но, с другой стороны, конечно, хорошо, что он предоставил. Ну, вряд ли его спрашивали вообще, по-моему. Путин позвонил, и всё. Ребёнку не нужна была операционная, не нужны были барокамеры. Хватило в джет, поместилось всё, что надо, система, реанимационные чемоданы и так далее. Сам ребёнок помещался в кресло. Ну, вот так вот. Такой ответ. И вот начинают санавиационные борта, являются частью единой системы, бла-бла-бла-бла-бла и так далее. И по результатам 10 месяцев 2018 года в целом по стране мы достигли исторического минимума по младенческой смертности 5.0 на 1000 урождённых живыми. Я так думаю, что опять что-то подделали, потому что я в российскую медицину не верю. Ну, вот ответили. И хорошо, что Эхо спросило. Так, ещё раз о событиях в Магнитогорске. Многое не ясно. Это вот опять Владислав Иноземцев пишет в блоге своём, я его уже цитировал. Вот. Ну, что это, террористический акт или нет? В городе случилась страшная трагедия. Погибли, видимо, более 40 человек, среди них и дети. Около 15 тел опознанных и так далее. Но через сутки в городе взрывается маршрутное такси, или точнее просто микроавтобус. В нём якобы из-за неисправности газового баллона гибнут 3 человека. Тут многое не ясно. Почему в автобусе ехало только 3 человека? Если нет, то где спасшиеся или водитель? Понятно, что на фоне 40 человек трое-то не так уж много. Но, простите, мы не на фронте, а в мирном городе. Погибших опознали, что-то об этом ничего не слышно. Если их не опознали, то кто их охватился? Есть ли в полиции гордо заявление о пропавших без вести? Вот об этих вещах уже не думаешь в России, потому что такой бардак, такой срач. Прости, Господи. Дальше он пишет. Собственно говоря, из всего происходящего меня более всего изумляет именно эта сюжетная линия. Может ли быть так, что взорвавшиеся в маршрутке чуть ли не в новогоднюю ночь 3 человека в полумиллионном городе не интересуют вообще никого? Я не прав? Вот он пишет. Или я что-то не понимаю о том, как устроено современное российское общество? Ну да, наверное, не понимают. Я тоже. Общества нет просто. Бардак. Китайский космический зонд впервые в истории человечества совершил посадку на обратной стороне Луны. О, как. Молодцы, китайцы, молодцы. В задачу миссии входит исследование лунной поверхности и проведение биологического эксперимента по созданию замкнутой экосистемы. Замкнутой экосистемы. На борту аппарата есть контейнер с растениями и личинками шелкопряда. Будут шелк выпускать. Вот так. На Луне самый лучший шелк лунный. Метр стоит миллион. Взрывчатка в ТЦ. Четверо убитых и молчание силовиков. Опа, вот это знаком пишет, да? Ну вот, я коротенько так прочитаю. Смотрите. Вот у них неофициальная версия, но что-то уж очень интересное. 30 декабря одинокий мужчина снимает квартиру на третьем этаже подъезда номер 7 в доме на Карла Маркса. В 6.08 утра 31 декабря в доме гремит взрыв, в результате которого обрушивается подъезд, где снял квартиру мужчина. На ЧП начинают работать силовики, проверяя все возможные версии, хотя сразу было озвучено, что рванул бытовой газ. Чтобы произошел взрыв такой силы, недостаточно забыть выключить конфорку и отчеркнуть спичку. Должна быть огромная концентрация. Этого можно добиться фактически только умышленно. Либо это не газ. Говорит источник знаком, много лет работающий в газовой службе одного из городов Челябинской области. Владимир Путин прилетает. Тоже. Почему? Так быстро. Взрывчатка в ТЦ. Но тут вообще ураган. Об этом вы никогда не слышали. Тем временем силовики смотрят записи камер, расположенных около рухнувшего дома. И замечают мужчину, выходящего утром 31 декабря, без вещей из дома. Незадолго до взрыва. Мужчина вызывает подозрение. Когда же он вышел-то? Ну ладно, не важно. Мужчина вызывает подозрение. Проводит оперативное мероприятие и устанавливает, что он может быть причастен к эксермистской деятельности. Тогда экстренно во всем городе начинают проверять объекты с массовым пребыванием людей. И в ТЦ «Континент» по камерам видят, что 1 января днем некий мужчина, похожий на лицо безоподеленного места жительства, ходит и осматривает урны около ТЦ. В одной из них вдруг протягивает руку, что-то достает и уходит. Человека находит и задерживает. Устройство, которое он взял, оказалось сотовым телефоном с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство. Бомж решил украсть телефон, ну как украсть, вытащить из урна, да? И каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. Бомж. Тут в кино показывают красный или зеленый дергать, а он просто так вот оторвал и все. В результате она не сработала. Ну, по найденному телефону начали искать контакты. Ну, вот про «Газель» тоже непонятно. Значит, в результате силовики недалеко от ТЦ «Континент» выходят на частную «Газель». А, это, оказывается, не маршрутка. В ней оказалось несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться. В результате трое были убиты, а сама «Газель» взорвалась. Подварительно в «Газели» у преступников также была взрывчатка с поражающими элементами, гильзами. По неподтвержденной информации она взорвала. Четвертый подозреваемый скрылся. Четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем 2 января. О, как! Ну, и множество вопросов. Ну, понятно, что множество, множество вопросов. Источники знаком ФСБ России в Москве при этом подтверждают версию о теракте, ребята. Ну, вы все поняли, да? При задержании в Магитогорске убить четвертый подозреваемый в совершении теракта. Ну, вот о чем я говорил, да? Просто отдельная статья. Что тут еще? А, режиссер Алексей Красовский выпустил на Ютьюбе комедию «Праздник». Я тоже вам говорил. Ну, это про Ленинград. О, целиком даже выложили на эхи. Это про Ленинград, когда там пьянствовали начальство. Вот. А люди ели друг друга. Изначально праздник собирались выложить сеть 31 декабря, но режиссер отложил премьеру после трагедии в Магитогорске. Это понятно. Геннадий Зюганов дает интервью. Ребята, это уписится. Просто это невозможно. Вон тут НАТО, туда-сюда, НАТО. У наших ворот нужно защищаться, нужно бороться. Ой, 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 кошмар какой. Давайте укреплять державу, тогда и дядя Сэм будет считаться. С нами, в смысле, да? Ну, это вот. Я последнюю только строчку прочитал. Ужасно. Ужасно совершенно. Он, все, он, крыша уже. Бывают не все дома, а это все ушли уже. Примерно текст извинения. Ну, тут вот это Виктор Шандорович пишет. Я не знаю. Какой-то фильм еще есть «Свидетели Путина». Посмотрите, как Путина выдвигали. Да, Татьяна Диченко, Юмашев, Немцов, Березовский. Ну, в общем-то, бесстыдство, одним словом. Ладно, до свидания. Вот вроде бы все новости на сегодняшний, на теперешний час. С вами был доктор Влад.